Друзья, здравствуйте! В эфире программа Юг. Но на сей раз она подготовлена не на юге нашей области, а на северо-востоке Соединенных Штатов Америки. Именно туда были командированы мои земляки, жители столицы южных провинций нашей области, славного города Магитогорска. Это были студенты и преподаватели инфака пединститута, учителя английского языка школ города, один представитель администрации Ленинского района города Магитогорска. Все это было сделано в рамках международной программы «Руки через океан». Перед дальней дорогой, а перелет из Шереметьево до аэропорта имени Кеннеди занимает около 10 часов, по русскому обычаю необходимо было приселить. Котные присели на конек крыши в гостинице Измайлова, чтобы окинуть последним взором окрестности и столицы. Ультра красит между цветом стены древнего земля. Слова из песни заслужены забытой, под которой десятилетий не вставал на рассвете, чтобы успеть на демонстрацию. Кстати, мы улетали в канун 1 мая. Отсюда Кремль посматривался плохо, но ощущение духовного родства с Родиной было явственным и сезаемым. Потом в самолете, когда стюардесса объявляла на двух языках, что под нами Гренландия и, хуже того, Северный полюс, это ощущение послабо. Цель поездки у студентов была простой и ясной. Практические занятия английским языком с помощью полного погружения в американские семьи, где им предстояло жить по одному. А также изучение методик преподавания в тамошних школах. Они еще не знали, что это самое погружение в чужую среду означает полную изоляцию от того, что их связывало с Россией. Наверное, я догадываю. Потому что за внешней веселостью ощущалось это-это осторожнее. А уже в автобусе, который взял нашу группу, как показалось прямо из-под гола Боинга, на эти юные существа наладилось в пустынолы. При этом и герки был молден, а в родной Магнитке время перевалило за полночь. Вот уж поистине время вперед, чисто Магдагорский лозунг, обретает здесь конкретный смысл. Чтобы победить время и пространство, нужно постоянно лететь по западу. В незнакомую страну нужно входить, как в реку, осторожно пробуя в воду. Это хорошо, что мы как бы объехали Нью-Йорк сторонки, лишь издали в видели плавающие крыльки вершины Манхэттена. И врезавшись, с лиотулка в желтолицы массив под названием Чайна Тау, еще долго наблюдали за снующими по своей слободке китайцами, которые даже издали и наплинали наших красных братьев, живущих за великой стеной. До места, где нас ждали, ехать было три с половиной часа. И постепенно погасли возгласы мужского контингента типа «Смотри, вон там Виктория», а вот «Порш», а это новый красный. Заобгонявшие лимузины смотрели лишь тайной надежды. А вдруг увидим среди них родную мордочку. Тщетны были наши старания, даже фиаток. А вот так нас встречали. В глазах у американцев читались милопытства и радости. С этой минуты и до конца пребывания в этой стране я старался понять для себя, почему они радуются. Понял только давно. Это внутреннее состояние души. А его составляющих позже. Городок, куда мы прибыли, звался столицей округа Бьяновистов. Столичных атрибутов типа ратуши и непременных часов на ней мы не увидели. Вот это скромное строение мэрии и означало «центр». Когда-то, лет 10-15 назад, центром была вот эта торговая часть Бьяновисты. Магазинчики работали днем и ночью. Местная молодежь устраивала здесь хождение взад-впереду, подобно тому, что делается ныне на Бродвее и раньше на улице Горького в Монтогорске. Но выстроенные неподалеку молы, так зовут здесь километровые торговые центры, слифты и фонтаны, хождение идти прекратили. В молы нужно было ездить. В штат Нью-Джерси, где живет американский истеблишмент, работающий в расположенных неподалеку Нью-Йорке, Вашингтоне, Филадельфии, москвичи смело могли бы назвать спальным районом. Единственный город, столица штата Трент, численностью чуть больше нашего Верхневральска. Еще Атлантик-Сити, и на этом все. Ни заводов, ни фабрик, ни концертов. Лес, поле, дом. Кому посчастливилось, река или озеро? Дома разные подостатки. Плохих просто нет. Уровень жизни высочайший. Оно и понятно, это не Гарлинг, не Бруклинг, и даже не Брайт-Ангельчий, где бывшие наши соотечественники поют о санном о мире. В Нью-Джерси тоже живут русские, но друг от белогвардейцев до нынешней супергетической галиты. Тринадцать моих земляков были рассеяны по трем округам штата Нью-Джерси. Глазба, Ричланд, Биенависта. Для того, чтобы нам собраться вместе, нас свозили в это самое место хозяева, которых мы жили. Для американцев нет понятия расстояния, есть только время. Когда спрашиваешь, где живет такой-то господин, отвечают, в получасе езды. А некоторые господа и сударыни, я имею в виду моих юных земляков, жили от нас и в часе, и в полутора езды. Но почти ко всем мы в гости съездили. А начали с визита к профессору, к Любови Ивановне Швыткой. Юные существа, шести лет от разу, находились под опекой миссис Перюджин. Темой урока были динозавры. Впрочем, об этом можно было и не говорить. Обилие древних существ на картинках, игрушках, в компьютерном наборе. Все это располагало к погружению в мезозойскую эру. Бетси, мы очень долго искали фон, на котором сделали интервью. Посмотрели, американский факт небольшой, зато вот огромная славянская тема. Не случайно это? На следующей неделе у них в школе будет фестиваль разных культур. И Бетси выбрала Россию не случайно, потому что она была в России, знает. И выбрала картинку собора Василия Блаженного. И на следующей неделе ее класс будет и представлять российскую культуру. Совсем нетипично для российской школы из седьмого класса перейти преподавать опять в первые. У Вас это практикуется. Почему? Она получила специальное образование. И тот диплом, который она имеет, позволяет ей преподавать с первого класса по седьмой класс. Вы для себя, что мы новое почерпнули, именно в этот приезд, в очередной раз посещая Америку? Конечно. То есть каждый раз узнаешь какие-то новые стороны, новые грани американской жизни, в том числе и образования школьного. Например, сегодня в школе я увидела компьютеры, и дети спокойно обращаются с разными программами, чего не было, скажем, шесть лет назад, когда мы первый раз приехали с обменом по программе рукопожатия через океан. Если бы мы сказали, что атмосфера в классе была свободной, мы бы не сказали ничего. Максимально раскрепощенные дети внимали педагогу с разной степенью ответственности. Наверное, из них были и потенциальные лишки квакетных, как, например, этот чернявик. Но Петси работала с классом так увлеченно, что ребятишки вскоре позабыли и о присутствии в классе российской съемочной группы, и о почетном гости заместителей главы администрации Ленинского района Магдагорска Вадима Чепринья. Через несколько часов мы увидели этих ребят в компании себе подобных на торжественном приеме, который устроила для них фирма Креола. Я думаю, смысл сказанного понятен и без переговора. А мы хотим сказать о том, что фирма Креола, производственные мощности которой расположены в штате Бенцельвания, имеет прочную мировую репутацию. Хломастеры, карандаши, ластики, краски – вся эта продукция высочайшего качества хорошо известна школьникам США. Зачем же тогда этому гиганту нужно было устраивать торжества по поводу конкурса детского рисунка в начальной школе маленького речного? Да еще приглашать телевидение штата и местную съемочную комнату. Да все дело в том, что здесь просто нет понятия «маленькие города» или «маленькие люди». Этим крохом с младенчества прививается мысль о том, что они граждане великой страны, они уважаемы и признаны, а любой труд, тем более творчество, достойно всеобщего восхищения и, естественно, оплаты, пусть даже в виде набора фломастеров или цветов. А еще в Креоле хорошо знают, что путь к деньгам пап и мам, а это в основном состоятельные люди, лежит через творческое признание их детей. Это играет на репутацию фильма. А репутация – основа хорошего бизнеса. Это аксиоп. Отправляясь в эту командировку, мы прекрасно отдавали себе отчет в том, что Америки мы для вас не откроем, как это сделали в свое время Генрих Боровик, Таратута и прочие гранды нашего телевидения. И поэтому у нас не было даже в мыслях предаваться восторгу или негодованию по поводу Манхэттена или ракетных центров Хьюстона. Мы поставили при собой цель рассказать об одноэтажной Америке. Но если любимый мной по-прежнему Владимир Владимирович, а название бережно взятое здесь, но Маяковского, выполнял социальный заказ и подгоняемый классовым сознанием и друзьями из ГПУ в основном чернил эту страну, то в наши замыслы это просто не входило. Мы решили познакомить вас с простыми американцами, живущими далеко от небоскрётов и далекими от страстей Лоу-стрита, рассказать об их системе образования и воспитания школьников, постараться увидеть, что нас объединяет и сближает духом. Но чтобы наша программа не превратилась в сплошной педагогический ликвец, мы будем делать небольшие видеопаузы. За две недели, что мы прожили в штате Нью-Джерси, мы совершили три плановые экскурсии. Были, конечно, и неплановые, например, в Атлантик-Сити, но туда можно было поехать только ночью. А вот города Вашингтон и Нью-Йорк требовали к себе особого отношения, хотя бы потому, что находились в трёх часах езды от того места, где мы жили. А Филадельфия была рядом. Вот с неё мы и начнём. Честно признаюсь, о городе Филадельфия я знал только то, что это первая столица США. И что здесь есть великолепная хоккейная команда Филадельфия Флайерс, которая нынче попала в финал Кубка Стэнли НХЛ. А о том, что здесь сосредоточено огромное количество музеев, картинных балерей, выставочных залов, я узнал только сейчас. Первый же музей изобразительного искусства просто ошеломил именами. Нет, конечно же, после Эрмитажа или Третьяковки «Нас, россиян, трудно чем-либо удивить». Всё это так, но Филадельфия вовсе не является одним из центральных городов США. Таких в стране десяток. Что больше всего поразило? Ну, больше всего, наверное, поразили картины известных художников, именно оригиналы, например, Гейнсбора. Имя известное, вот сейчас увидели картины бесподобные, конечно. Изобилие имён, да? Сезанн, Ренуар и так далее, да? Да. Ван Дайк, Гейнсбора, Ренуар. Понятно. Жизнь, что ли? Да мне тут всё понравилось, и картины, и экспонаты все. И ещё понравились служители, которые здесь работают. Очень вежливые люди. Манера общения, да? Завораживаю. Великолепно. Любой вопрос задаёте, любой ответ получаете. А сама атмосфера и картина, всё это великолепно. Тишина и покой. Вдруг русская фамилия? Пуссен. Ну, фамилия-то вообще не русская. На русском языке? Надпись на русском. Конечно, это привлекло внимание, и прочитав надпись, мы обнаружили, что эта картина была продана Советским правительством в 30-м году. То есть очень жаль, что мы теряем свои художественные ценности. Чья эта картина? Картина принадлежала Екатерине Второй. Пуссен, роданный бедному, но гордым американскому народу, Иосифом Сталином, в период Великой Депрессии. Конечно же, нас вдохновил на поиск новых аналогий. Колокол свободы и наш царь-колокол Москве. Что между ними общего, кроме того, что оба расколоты, правда, по разным причинам. Мы решили это выяснить после небольшой лекции, которую устроил доцент Егоров своим студентом. В этом старом городе и в этом здании есть львы, которая устроила львы американская индепенденция в 1776 году. Все понятно, да, студенты? Теперь, господин доцент, давайте прервем урок. И то же самое по-русски. Сейчас мы находимся в историческом центре города Филадельфии, одной из первых столиц Соединенных Штатов, где в 1776 году вот в этой старой ратуши была провозглашена независимость. Сейчас вот в этом небольшом здании находится колокол свободы, который ударил на колокольни этой старой ратуши в 1776 году. Если в нее зайти, то там мы увидим внутри то место, где сидели представители всех первых 13 колоний, и которые приняли единогласно приняли декларацию независимости. Господа студенты, что ставим за перевод доценту? Пять. С плюсом. Джон, для русских Москва, а для американцев Филадельфия? Как для русских Москва, так и для американцев Филадельфия. Это историческая столица, и американцы ценят ее больше всего. Некоторых моих знакомых эклектика в архитектуре, то есть разностильность, которая допускает рядом со старинным зданием поставить сияющий зеркальный окна небоскреб, просто приводит в ярость. Мне она почему-то приятна сердцу. Эклектика дает возможность сравнивать, оттенять. Это эффект послевкусия, как вода, выпитая после съеденного яблока. За моей спиной Уильям Пен, основатель славного города Филадельфия. Вот интересно, если бы он основал город Магнитогорск, смогли бы мы поднять его на такую высоту? Мы, конечно же, поднимали своих первооткрывателей тоже очень высоко, но затем порою опускали очень низко. Стабильность во всем, в мнениях, суждениях, в отношении к прошлому – вот главная черта американцев. И мы к этому обязательно придем. Хотелось бы быстрее. Ну а сейчас вновь в школу. Я приглашаю вас посетить вместе с нами хай-скул, так называемые высшие школы в округах Ричланд и Биеновиста. В качестве транслейтера, то есть переводчика, студент инфака МГПИ Максим Смирнов. Выслушав информацию о школе Святого Августина от англизированного управляющего доктора Ривза, мне захотелось спросить, не здесь ли закладывается основа элитных университетских клубов, о которых с упоением писал Скотт Феджеральд. Правильно, что не спросил, потому что, как выяснилось, не здесь. Ну, пять тысяч долларов в год – деньги невеликие для большинства американцев. Зато здесь юноши могут подняться на такой уровень знаний, который им позволит продолжить учебу в любом вузе США. Доктор Ривз, хотелось бы все-таки, чтобы вы пояснили главный принцип – клубный, элитный. То есть может ли, допустим, бедный человек попасть в вашу школу? Любой человек может прийти в эту школу. Они имеют стипендию для тех, кто нуждается в этом. Какая вероятность того, что именно в этом колледже будет воспитан следующий президент Соединенных Штатов Америки? Президент, сенатер, когрессмен. Где вы видели учителя, стоящего перед учениками в сунтане и с босыми ногами? Здесь это отлично. Впрочем, обязательнее не для всех. Спорт, как средство воспитания духа, характера, развитие интеллекта, настоящая вера в Господа Бога, способная напитать душу высоко нравственными идеалами – Все это в школе Святого Агустина выстроено в систему людей-подвижниками, потому что заработок учителя здесь ниже, чем в обычной школе. Им, наверное, хочется быть похожими на Святого Агустина, хотя святошень этих веселых, энергичных людей назвать очень трудно. А это юная художница, учащаяся в высшей школе округа Бьяновиста. Вначале я подумал, что она за что-то наказана. Оказалось, вовсе нет. Она охраняет свой рисунок на стене. Ждет, когда краска высохнет. Пожелав ей успехов, мы отправились в школьный спортзал. Его габариты уже не удивляли. Подав несколько подач за одну из команд, тем самым, внеся перелом в игре, мы отправились в класс аквакультуры, где нас ожидал супец. Учителем оказался человек почти одной с нами крови, западенский украинец. Микола, ну и как ведут себя гарни-американские хлопцы? Так, правильно. Они приходят до школы, так и мают, слухают, делают то, что нужно, пробовать, пробуют. Я думаю, что им понравится, они любят то, что они делают. Хлопцы есть хлопцы, но в Украине, в России, в Америке одинаковые, да? Я думаю, что по швите хлопцы такие сами, по черным швите. Чему вы обучаете их здесь? Я учу господарство, природное, и стали изменения. Что пару лет, что два-три лет, что пять лет, что-то новое приходит. Технология меняется. Родившись здесь, в Америке, Семенюк, тем не менее, остро ощущает тоску по исторической родине, родивщине, куда он уже дважды ездит. О своей жизни в Америке Микола говорит так, как был рабительник на белом свете, так и остался рабительником. Имея зарплату до 55 тысяч долларов в год, жалеет, что 40% забирает держава, или, как он говорит, господарство. Учитель от Бога. Детишки его любят за спокойный нрав, умение терпеливо, дотошно обучать их премудростям аквакультуры. Вода, земля, растения. Во взаимоотношениях этих понятий суть науки. Микола искренне жалеет, что на его ритме в Краине нет такой методики, которая ему позволяет учить любить родную землю американских ребят. Хотя их учить этому, на мой взгляд, и не нужно. Америка! Америка! Тем самым экономились не деньги, а время, которое было бесценным во время экскурсий. А перед поездкой в Вашингтон мы составили ему компанию. И вот с такой поклажей мы были после получасового обсуждания по огромному супермаркету. Куда нас с камерой не пусть. Хотя нынче, чем нас можно удивить? В любом магазине расторга, выбор не хуже, а вот только цены. Соки, фрукты, пирожные и огромные сэндвичи, которые зовутся здесь субмаринами, все это уже было с вечера заложено в автор. А на утро «Здравствуй, Вашингтон!» Перед Белым домом смоглые парни качали права. И на фазинал, скажи «нет» режиму Саддама Гусейна. Этого было достаточно услышать, чтобы понять, за что ратуют изданные из страны граждане Ирака. Пожелав им с Биллом Клинтоном успехов перед созданием центра по правам человека, мы отправились за билетами на экскурсию в Белый дом. Но здесь нас ждало разочарование. К сожалению, нам не достались билеты для посещения Белого дома и со зла мы придумали такую шутку. Эта очередь стоит потому, что сегодня с утра в Вашингтоне выкинули кофточки. И пошли мы солнцем в Вашингтонске, полимые, потому что дождь уже кончился, к монументу человеку, чье имя носит этот славный город. А по дороге встретили вот это жесть. В городе проходил конкурс школьных оркестров. Мне почему-то сразу вспомнились наши магнитогорские смотры строевых песен, которые проходили под пионерские барабаны на площади Ленина у Горного института. Мы от них отказались. А что дали взамен? Услышав уже знакомую фразу из-за кошечка кассы «Ноу-тикет», то есть билетов нет, мы тем не менее попытались подняться по лифту на смотровую площадку без билета. И к нашему удивлению и счастью, услышав, что мы из Монтогорска, контролер нас не просто отпустил, но и снабдил огромным количеством рекламных проспектов. И именно благодаря этому безэкранному герою вы имеете возможность увидеть Вашингтон с высоты птичьего полета. А внизу нас ожидала встреча со школьниками из штата Джорджия. В качестве переводчика выступила преподаватель школы номер 33 Монтогорска Ирина Шинко. Мария, неужели такая благополучная страна, как Америка, переживала нелегкие времена? Я имею в виду разные цвета этого монумента. Потому что страна была в шамбале отходила от войны. Здесь было время, наверное, может быть, депрессии, время, когда страна переживала такой переходный период. Что Вы знаете о России? Он думает, что это очень красивая страна, прекрасная. Как они относятся к России? Во-первых, люди везде одинаковые, но сколько он встречал, люди в России прекрасные и очень много он говорит об образовании в нашей стране, так как у нас есть хорошие корни, образование у нас известно во всем мире, и поэтому он думает, что все будет нормально, все будет отлично. Автобус нас ждал за зданием парламента. И это с верхней точки монумента до Капитолия одной рукой падали. Пешком, да еще с тяжелой камерой и по жаре мы добирались до места встречи более двух часов. Зато у Вас есть возможность увидеть улицы и парки Вашингтона. Сейчас я хочу Вас пригласить на сеанс связи с космическим центром города Хьюстон. Эту возможность вот так просто, любезно предоставили одной из школ маленького городка Стенхобоу. И не ради туда приезда российской съемочной группы. Это был просто обычный школьный урок. Связь есть связь. Даже цифровая, цифровая, волоконная. Она имеет свойство прерываться. Представляя, в течение минуты класс наблюдал за безмолвным бассейном ракетного центра в Хьюстоне, где астронавты проходят подготовку к полету. А затем на экране появился прессионный молодой человек по имени Чарльз, который отвечает в центре за связь со школой. И сеанс начался. Сколько стоит такой сеанс для школы? Оборудование стоит 50 тысяч долларов, но школе приходится платить только 25 тысяч. Они платят только за связь вот телефонную. А урок бесплатный. Как по-английски патриот? Патриот. Я тоже патриот. Но все равно я хочу, чтобы у нас была возможность увидеть вот такого уровня счастливые лица. Совершенно верно, я согласен. Это действительно здорово, когда, не выходя из класса, можно увидеть практически все сокровища, как и, допустим, отечественные, так и мировые, как и культуры, и достижения техники, науки и так далее. Это же здорово. Это же не просто смотреть, листать иллюстрации в книге, либо смотреть видеофильмы, это живьем, живая передача. Ну что, действительно здорово. Когда мы сможем в нашем родном Ленинском районе организовать связь со звездным городком? Сложный вопрос. Давайте работать вместе над этим. И, может быть, действительно и получится. Рискнем? Мы обязательно догоним Америку. Вот только когда? Хотелось бы, чтобы сие случилось при жизни этого поколения юных американцев. Они очень хорошо относятся к России. Считают, что мы, американцы, очень близки по духу, характеру, фуле. Не касаясь глобальных вопросов экономики и политики, хочется пожелать нам с вами только одному. При всех наших бедах дети наши должны иметь нормальное детство. Глядя на эти умытые мордашки и позорные чистые глаза американских первоглажек, я вспоминал русских небедишек, живущих в дымных городах и низших зелах. На душе от этого становилось очень тяжело. Мистер Бейли, вы первый раз встречаетесь со студентами русскими? Это уже второй раз, когда он встречает русских студентов. Это было в прошлом году и программа называлась «Руки через мое». С каждым годом они все лучше и лучше. С каждым годом студенты более свободно себя чувствуют в стране и это хороший опыт и практика для них. Эта встреча случилась уже в другой школе и в другом округе штаба Нью-Джерси. Мы приехали навестить Элю и Наташу студенток инфака МГПИ и заодно удостовериться в том, как проходит их практика в американской школе. Как видите, весело. Хотя по вечерам вдали от шума городского им порой хотелось быть волком от скупи. Бейсбол по телевизору они не любят, а пары поездок в китайский ресторанчик или в казино Атлантик Сити явно недостаточно для 20-летних девчонок, оторванных от дома и от друзей. Но это все издержки организации быта. Главное дело было в школе и этим делом они остались довольны. Почему у них хорошее настроение всегда? Отношение в учителе просто такое. А вы в наших школах бывали уже на практике? В нашей школе? Ну конечно, мы там и учились на практике когда тут же студенты ну и как можно сравнивать? Здесь более раскрепощенные дети и у нас дисциплина это результат может быть жесткой руки учителя да а здесь это просто они воспитаны так у нас дети уходят с урока и на переменах творится неизвестно что у них они на переменах спокойно ходят они очень воспитаны постоянно здороваются Хорошо или плохо? Ну конечно, хорошо В составе нашей группы был и представитель исполнительной власти это зам главы администрации Ленинского района Вадим Валентинович Чуприн нам удалось отследить ряд его контактов Глава департамента образования округа Бьеновиста Джорджар судя по внушительным габаритам немало времени в прошлом отдал спор Но это мы только предположили А когда увидели эти фотографии убедились в своей правоте Джордж профессионально играл в американский футбол и также занимался вольной борьбой В борьбе с федеральными чиновниками которые, на его взгляд мало денег выделяют школам округа он посвящает сейчас часть рабочего времени Федералы четко представляют себе с кем-то в мире делах В штате Нью-Джерси живут богатые люди По мнению центральной власти они способны взять на себя финансовые проблемы Не правда ли ситуация схожая с российской? Только мы с вами достатком сожалеть похвастаться не можем Мэр города Глазбора Тед Армстрон прежде всего поведал нам о том что именно в его городе состоялась историческая встреча саммит Косыгина и Джонсона в 1967 году и вручил нам символический ключ от Глазбора Поразило предыдущего то что Тед трудится мэром свободное от основной работы время Он учитель седьмого класса школы где преподает предмет государственного устройства Америки А еще он член местной пожарной команды своего округа что является делом в США сверхпочетным и забирает также немало времени Так что возможности посвятить функции мэра свое внимание вот это невелики но выручают помощники которые получают зарплату только здесь А они у него вон какие бравые Чак Харелла мэр города Бьеновиста встретил нас с широко распростертыми объятиями и отвел в полицию Мы сумели оценить эту шутку и даже предположили что сделано это с целью чтобы все поняли Чак в розыске не числится История полицейского участка конечно же уходит корнями в те времена когда на берегах рядом протекающей речки по имени Теловар проживали краснокожие представители именно этого племени Видимо не я первый не я последний из российских журналистов кто использует прием съемки прямого репортажа из камеры предварительного заключения американского полицейского участка Я хотел бы чтобы вы обратили внимание только на один факт Здесь очень хорошо можно отдохнуть от жары Здесь прохладно сухо чисто но остальное зависит от степени совершенного преступления Чтобы даром времени не терять мы проверились на содержание алкоголя в крови Аппарат простой и надежный потому что выпущен как нам показалось еще до второй мировой войны утвердил нас в мысли что с алкоголем мы боремся правильно А затем мы были допущены святая святых в аппаратную телефона спасения 9-1-1 Не претендуя на гонорары авторов намнитой серии мы все же надеялись что поучаствуем в спасении кого-либо но быстро бывает только в кино никаких несчастья в этот день по близости не случилось и слава Богу обкатав напоследок патруль рефор который как нам объяснили весит не менее трех тонн мы двинулись дальше Когда я слышу о детях сиротах о детях инвалидах которых навсегда возят иностранцы из России по мне борются два чувства первое мне конечно радостно за детей потому что им там будет наверное тепло и сытно а второе мне горько от того что мы не могли их здесь обогреть под занавес программы на мой взгляд печальная история с счастливым с счастливым концом на эту тему одну из сестер с честными джонами я люблю я люблю я люблю я люблю няну Светочка а в каком ты городе раньше жила в России Россия а город вместе учить заново Магнитогорск Магнитогорск видишь как просто да Энн как бы сделать так чтобы ни Света ни Валера ни Женя не забыли русский язык мы с детьми учим русский язык чтобы они его не забыли посещаем семьи в которых люди говорят по-русски а в следующем году они будут учать русский язык как второй язык после английского у этих добрых и обаятельных людей есть две взрослые дочери которые подарили ему уже двух дочек и Джон специалист по дорожным знаком и учительница Эн прекрасно информированы о том из какой семьи они взяли детей Магнитогорские гавроши быстро освоились в новой обстановке практически им здесь разрешено все особых систем наказания или поощрения у семьи Мартин нет надежда только на доброе отношение к детям Джон вы богатые люди? are we rich people? нет мы не богатые люди мы работаем чтобы получить все что мы имеем моя жизнь это бесконечная работа и забота о детях мы просим Бога помочь нам во всем в чем нуждаемся Эн понимаете ли вы что папа и мама этих детей они были ну как говорят деклассированные элементы то есть алкоголики хронические как бы сделать так чтобы они забыли все что с ними было в России плохого это имею ввиду голод холод избиения порой зверские и помнили только хорошая Россия основное занятие у нас мы делаем книжку в которую дети заносят рисунки там они стараются вспомнить как они жили в детском доме они также вспоминают своих друзей няню которую они называют мама Ида день рождения Деда Мороза Валерка когда ты вырастешь тебе будет 18 лет вдруг захочешь вернуться в Россию паспорт получишь нет? вот так да? верно? они сейчас имеют российский паспорт но скоро получат и американский когда они вырастут то смогут вернуться и соединить два дома американский и русский я очень надеюсь на то что в период совершеннолетия Валера и Женя и Светы Михайловых Россия будет поистину великой державой и чувство гордости за свою родину станет главным козырем в вопросе выбора гражданского на это надеется и Джон Зукал простой рабочий стеклодув ныне пенсионер благодаря которому и существует до ныне программа рукопожатия через океан будем считать что нам оказана очередная порция американской помощи хотя сейчас вроде бы и не война лишь бы мы не забыли когда окрепнем и окончательно встанем на ноги о людях протянувшим нам руки помощи через океан поверьте они это делают от чистого сердца наша программа завершена но ее временные рамки не позволили нам вместить и половины материала который был снят в Америке мы решили посюжетно вставлять материал в следующие программы Юг так что наш дневник не дописан будем считать что он остановлен на самом интересном месте счастливо до сих пор до сих пор до сих пор Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»